Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Мы продолжаем нашу рубрику «Сделано в Казахстане». У нас в гостях Игорь Катаров, директор компании «Шведские стенки». Здравствуйте. Добрый день. Итак, чуть-чуть про вашу компанию. В каком году она появилась и как вообще пришла идея делать спортивное оборудование? Наша компания была образована в 1998 году и на тот момент рынок не был насыщен тренажерами, спортивными оборудованием. Наш цех занимался производством металлоизделий любой сложности металлоконструкции, в чем сейчас и есть его еще продолжение. Но как ветка, как рукав, он имел такое ответвление производства спортивных оборудования. Мы начали это производство, глядя на существующие аналоги, начали изобретать свое собственное конструкции, работали с «Батлер Спортом», магазин на тот момент очень известный. И мы приходили к консенсусу и выпускали тренажеры мощные, профессиональные, очень тяжелые для залов, для фитнес-залов. Вы работаете по металлу, да? То есть у вас хоть и шведские стенки, но они у вас не деревянные, а металлические. Да, у нас только металлические. И не только шведские стенки. Да, мы делаем тренажеры и различное другое оборудование. И когда мы работали с этими магазинами, мы производили эти тренажеры, и у нас получалось то, что они были похожи на заграничные аналоги, будет «Солид», «Хаммер». Но потом мы перешли на широкий сегмент, начали выпускать ассортимент широкой продукцию и заполняли все пять магазинов города нашего, нашего города Алматы. Это были «Олимп», «Турист», «Кайра», там еще несколько магазинов. Вот. И мы производили эти тренажеры достаточно долго. Затем нишу заняли другие игроки рынка. Они просто начали привозить дешевые и полные напичкенные фурнитуры, чего у нас на тот день не было. То есть, один слов, если ретроспективу провести, то есть, получается, конкуренция вашей ниши, она постоянно возрастает, да? Или были моменты, когда было легче? На тот момент мы были единственным производителем в Казахстане после фирмы «Алькор». И в течение времени мы развивались, производя вот эти тренажеры и шведские стенки. Затем, как бы, по принципу Паретта, 80-20 делает 20% то, что делается, просто продается. Мы начали изготовлять спортивные комплексы для всей семьи, шведские стенки. И надо сказать, что эта ниша, она была практически свободной. То есть, получается, тренажеры в квартиру, в дом. Вот эта ниша была свободная? Да. И вы сейчас до сих пор в ней находитесь? Да. То есть, в основном, по старинке, тренажеры существовали в спортивных залах. В залах реабилитации, в чем сегодня они имеют очень большое развитие. Но в основном население ходило в эти залы и занималось по традиции, по старинке. Сейчас, на сегодняшний день, модно быть здоровым и спортивным. Поэтому люди приобретают тренажеры в дом, стараются даже... То есть, шведская стенка, она стала неким атрибутом, знаете, повседневного... Ну, как раньше хрусталь в стенке или там цветной телевизор, теперь уже в этот комплект вошла шведская стенка. То есть, по крайней мере, домашний тренажер или домашний спортивный уголок. Да, совершенно верно. И далее мы планируем выйти на такие спортплощадки, как воркаут и кроссфит. То есть, там дворовое оборудование, детские спортивные площадки, в спортивных заведениях, даже в военчастях. Вот, заказов много и разнообразие очень большое. Видите, но здесь уже, получается, вы выходите на вопрос госзакупок, на тендеры, да? Да, есть тендерные госзакупки, в которых мы уже участвуем. И они предполагают собой очень широкий ассортимент спроса. То есть, сюда входят и санатории, и дома отдыха, и какие-то фитнес-залы, и реабилитационные центры, и даже роддома, в которых мы тоже устанавливаем. И вы знаете, что по указу Султана Абельшевича Назарбаева был издан указ, что в каждую вновь построившуюся клинику должен быть встроен зал ЛФК. Это лечебная физкультура. И мы тоже имели много заказов, вот устанавливая в больнице наши шведские стенки, которые помогают восстанавливать позвоночник, которые помогают... Видите, то есть, вы, получается, уже участвуете в госзакупках, да? В тендерах на госзакупки? Не так много, как хотелось бы, но уже есть. То есть, по факту вы уже здесь. А тот факт, что вы казахстанский производитель, вам это дает какие-то преимущества? Или вы конкурируете по цене, в первую очередь, по цене и качеству? Стараемся не выходить за пределы конкурентной способности. В основном на рынке превалируют сейчас несколько игроков. То есть, мы еще один и в основном россияне. То есть, они фактически, можно сказать, с 2000-х годов здесь, там, Самара, Невенок, город. Но в основном сегмент расширяется, остальные участники. То есть, один и в основном, просто сама ниша, получается, в которой вы работаете, она становится больше, да? То есть, конкуренция больше, но и ниша больше. Да, конкуренции становится больше. И ниша расширяется наша, потому что народ прогрессирует, и всем хочется стать более здоровыми, более долголетними. Поэтому спрос на наши тренажеры возрастает, и ассортимент наш увеличивается. Мы планируем запустить ряд, линейку тренажеров, которые существовали до нас, и модернизированные более. Ну, что хочется сказать, что в качестве, вот вы говорите о конкуренции, это нормальные вещи на сегодняшний день, и они подстегивают развиваться дальше. Питя, а вот ваша, скажем, возрастная аудитория, ну или ваша целевая аудитория в возрасте это кто? В основном сейчас подростковый и средний возраст, но продукция рассчитана на любой возраст. Дело в том, что шведские стенки, спортивные комплексы нужны для всего населения. В детском возрасте это развитие, физическое, умственное. Ученые доказали, что это уже взаимосвязано. Это взаимосвязано. Ребенок должен 21-й ночью. И затем идут подростковый возраст. Там нужно прокачиваться, там нужно заниматься, там нужно развиваться. Многие готовят пресс на летний сезон и так далее, подкачку. И следят за своим здоровьем. Более среднему и старшему возрасту это уже коррекция позвоночника. Это уже приведение себя в тонус, форму, поддержка фигуры и здоровья. Потому что при весеннем натурнике всегда расслабляется позвоночник, нервы освобождаются, появляется другой тонус. С более зрелым возрастом это коррекция позвоночника. Это необходимость для любого возраста. Поэтому это нужно в каждом доме. По сравнению мужчин и женщин какие-нибудь различия есть? Никаких различий. То есть нужно всем? Нужно всем. Просто есть такое мнение, что все равно женщина более живучая. Может быть, я подумал, может, мужчинам надо это активнее. По созданности заказов могу сказать, что в основном почему-то звонят женщины. Меньше немножко мужчины, но, может быть, они больше сидят у телефонов или у них больше свободного времени. Но звонят, так сказать, по в основном надобности установки квартиры. Большинство идут коттеджи, а потом уже на втором плане идут реабилитационные центры, фитнес-залы, залы частные, знаменитых спортсменов Казахстана, ну и так далее. Роддома, санатории, клубы. А в ценовом диапазоне у вас от скольки начинается предложение? В основном сейчас на сайте выложены большой ряд, сайт наш называется «Шведские стенки», и подпись стоит, что любые шведские стенки, то есть все разновидности. Поэтому у нас очень большой сегмент и большой ценовой политикой. Имеется также благотворительная акция для тех семей, которые менее платежеспособны, для инвалидов, для ветеранов, для матерей-одиночек. То есть она стоит 25 тысяч тенге, значит, еще планируются скидки определенные, а в основном там от 35 и выше. Ну, в принципе, это довольно приемлемый вариант. Да, мы стараемся не выходить из ценовой политики, так, среди конкурентов. А сама ваша фирма, вы себя к кому относите? Малый бизнес, средний бизнес? Малый бизнес, наверное, переходящий в средний. То есть просто малый бизнес, то для ниши, в которой вы работаете, он как полусредний, да? Да, где-то так. Хорошо. И в плане вот линии жизни вашей компании, вы собираетесь идти вот стабильно или будете расширяться, будете сокращаться? Как вот вы оцениваете конъюнктуру на сегодняшний день? Мы планируем расширяться и выходить на все города Казахстана. И далее на соседней республике, Среднюю Азию. Извините, соседняя, то есть в плане ЕАЭС, это Евразийский экономический союз? А, да, там и Киргизия еще подходит. Киргизия, да, и близлежащие республики. То есть вы даже рамками ЕАЭС не ограничиваетесь, да? Узбекистан тоже будет, если получится. Пока так, потом дальше видно будет. Ассортимент планируем увеличивать, конечно. Ассортимент по нашим ближайшим планам, целям, перспективам ожидается увеличение до нескольких сотен видов. Несколько сотен. Разновидностей. А, ну просто у вас гибкая технология? То есть вы можете на одном и том же оборудовании делать и такие вещи, и такие, да? Под заказ клиента. Да, видите, мы вначале исходили из того, что по принципу Паретта делает, 20, то, что идет. Но, и поэтому начали делать спорткомплексы. Но сейчас с появлением больших заказов и больших востребований на рынке, поэтому мы расширяем свою продукцию и поэтому стараемся заполнить все ниши того, что требуется. Извините, но просто экономика не так бурно растет, как ваша ниша, ниша, в которой вы работаете. Вы для себя это чем объясняете? Почему спрос увеличился, несмотря на такую довольно жесткую конкуренцию? Отметка идет сейчас многими в том, что население становится более здравомыслящим. В общем, все знают, что такое интернет, все смотрят ролики и стало модно быть здоровым. Люди выходят на улицы, начинают по утрам заниматься бегом, зарядкой, гимнастиком, йогой. И очень многие, глядя, как это делают наших восточных соседей, Корея, Япония, Китай, начинают заниматься на тренажерах, заниматься спортивно, следят за своей фигурой и следят за своим здоровьем. Поэтому никто не собирается оглядываться назад. Все движутся вперед, глядя, как это делают остальные. То есть, скажем так, за вас работает установка на здоровый образ жизни? Да, да, да. Это превалирует сейчас на рынке. И вот эти, как я уже назвал, два названия, эти воркауты и кроссфит, это просто новшество на рынке. Сейчас это завоевает все большую популярность, и населению это требуется. Мы сейчас только начинаем входить в Казахстане в эту сферу. В Европе, особенно на Востоке, это уже давно сильно развито. Это в Америке, в западных странах. Это очень сильно развито. Мы сейчас только начинаем понимать, что нужно делать ежедневную гимнастику. Нужно следить за своим здоровьем, за своим телом. Это необходимо. Это продлевает наши годы. Это уменьшает наше пользование медициной. И так далее. То есть, получается, у человека такие есть базовые потребности. Еда, одежда, жилье, лекарства. Вы, своего рода, конкурируете в этой нише за лекарства. То есть, если будет шведская стенка, надо меньше лекарств. Мы являемся лекарством. Потому что, чем больше человек будет заниматься собственным здоровьем и обретать те навыки оздоровления, тем он будет больше быть полезен для общества, для семьи, для своего будущего, для своих будущих поколений. Да, то есть, здоровье у нас принадлежит не только человеку, он принадлежит семье, работодателю, то есть, обществу в конечном счете. Да. Знаете, мы делаем нашу продукцию индивидуально, с индивидуальным подходом к каждому клиенту. У нас очень качественное покрытие, качественные проваренные швы. То есть, замечательное оборудование. Кемпинговое, аргонное оборудование, сварка. Поэтому мы можем конкурировать с заграничными аналогами. И отсюда строится наше дальнейшее развитие. Большое спасибо. У нас в гостях был Игорь Катаров. Мы говорили о спортивном оборудовании в рамках сделанных в Казахстане. До свидания. Спасибо большое. Продолжение следует.